Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Арысев. Омбудсменов мало не бывает. Как пишет газета «Известия», депутат Госдумы от партии КПРФ Вадим Соловьев подготовил обращение на имя президента с просьбой рассмотреть возможность учреждения в России должностью полномоченного по охране здоровья граждан. В Минздраве к предложению Соловьева отнеслись с интересом и пообещали проработать его более детально, если поступит соответствующий запрос. Между тем, еще в июне федеральный омбудсмен Элла Панфилова выступила против назначения уполномоченных по новым направлениям, так как это, по ее словам, обесценивает сам статус уполномоченного. Вообще удивительно, что никто из депутатов до сих пор не предложил учредить уполномоченного, к примеру, по защите прав котиков. Вот к чему точно бы никто не удивился. Инфопресс Секретарь общественной палаты России Александр Боричалов в Кирове успел много где побывать и много с кем пообщаться, в частности дать интервью газете «Бизнес-новости». Как пишет издание на вопрос об отношении к проблемам Юго-Востока Украины и потоку беженцев, который сейчас схлынул в Россию, главный общественник страны заявил, что здесь глупо искать какие-то плюсы, пытаться объяснять ситуацию и констатировал, что все очень плохо, потому как война – это всегда ужасно, а идеального решения проблемы с беженцами не существует в принципе. Подытожил же он тем, что не завидует президенту, так как у нас одно лицо принимает решения и одно лицо за эти решения отвечает. Однако, думается, заслужило лицо такие почести собственными усилиями, поэтому, наверное, и жалуется лишь изредка на тяжесть весел галеры. Между тем, не спят и кировские общественники. Как пишет газета «Ветский наблюдатель», общественная палата Кировской области будет публиковать рейтинги активности своих членов в интернете. Такое решение принял недавно Совет Палаты. Для этого члены Совета окончательно утвердили 15 критериев. Все они поделены на качественные и количественные показатели. Так, например, активность членов палаты будет оцениваться по посещаемости комиссий, а также по количеству выступлений в СМИ и выдвинутых инициатив. С другой стороны, все-таки это больше напоминает школьную или университетскую систему, которая, как показывает практика, практически ничего общего не имеет с реальной жизнью. Инфопресс Премия «Грина» в этом году присуждена двум крымским писателям – Валерию Басырову и Валентине Фроловой, констатировала в твиттере редактор-навигатора Светлана Тетенькина. И добавить тут действительно больше нечего. Удачи в делах! Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс